Простите, я не понял, что такое дивергенция крова? Дивергенция здесь не в том смысле, понимаешь, как у математики, это механический термин. Дивергенция это когда, с времен Эллера, понимается, когда образуется, появляется смежное, ненуевое состояние равновесия. Ну, стержень. Не стандартная точка подходит, что ли? Ну да, если вот, допустим, стержень, это задача Эллера, нагруженный стержень. Это во всех учебниках, так сказать, по механике, и там этот термин появился, и механика все время используется. Поэтому, с точки зрения описательной, это значит стержень, он прямоугольную форму имеет, но если нагруженная сила, здесь немножко задача, конечно, иная, вот продольная сила, появляется смежное состояние равновесия. То есть он сгибается и стоит, вот так. Ну так вот. Я так желаю? Нет. Вот еще раз. Дивергенция. Дивергенция раньше, это того изгонда изогнутого стержня. Нет, это математический термин, дефрукация Вилтона. А это термин, который употребляют механики при описании такой ситуации, когда в окрестности нулевого состояния равновесия образуется смежное, или несколько смежных состояний равновесия. Вот такой феномен называется дивергенция. Да, в механике так называют. И еще одно, а с точки зрения математики, с точки зрения того, что добавлю, даже иногда больше говорят, уже забывают про это, опять же механики Вилтона. Это когда потеря устойчивости происходит, как они говорят, они же говорят дивергентным образом. Когда через, за счет какого-то параметра, собственные значения линейного оператора из левой полуплоскости попадают в правую. Но за счет перехода через ноль, а не через миную осень, ну плюс-минус. А если еще раз плюс-минус и сигма, то тогда называют механики колебательным образом. Терминологию, ну, можно спорить, нет, может быть, кому-то и не нравится, но механики так. Здесь используются те же самые термин дивергенции и флаттеры, это в том же самом смысле, как у вас, да? Да, здесь и то, и другое. Да, и вопрос еще, а вот о установке задача, в чем отвечает от того, что выросло? У Холмса и Маздена рассматриваются задачи скорее о флаттере, а дивергенции они получили случайным образом. Они имеются в виду, что там, задача о флаттере, тоже много задач, флаттере и крыла, например, у Келкуши, это одна задача. Там просматриваются колебания одновременно, как я уже говорил, и изгибные, и поперечные колебания. Ну, там на модельной ситуации. В последнее время, после Второй мировой войны, началось, все занимались в основном панельным флаттером. Это флаттер, это колебания пластинки в сверхзвуковом потоке газа. Как написано у Волотина, в связи с запросами ракетно-космической области, созданием сверхзвуковых самолетов и, главное, ракет, кстати. Обычно обшивка колеблется не у самолетов, а ракет, потому что там большое количество маха должно быть. Ну, то есть, скорее, механики до сих пор спорят. Где же, вот, на ранее... Крылья говорят, что крылья обламываются. Что? Крылья обламываются. К вам, да. Я не разговариваю. Крылья, что крылья у самолетов обламывались из-за вот этого флаттера. Да, это еще обламывались они тогда, когда довоенные. И это вот работает... Может, флаттер, это вот этот флаттер? Не совсем я ее объясняю. Там флаттер крылью. Задача, с точки зрения математики, чем-то похожая. Надо... Соответствующая модель составляется, там дифференциальные уравнения какие-то. Улучшается потеря устойчивости состояния равновесия. Но больше известна задача после Второй мировой войны, стала задача флаттерой панели. Это приводит к некоторому уравнению, типа к системе уравнений Кармана, на которую, на пластинку набегает поток жидкости. Или, наоборот, пластинка летит. Обшивка, она скорее летит. Но это с точки зрения Лагранд-Желера. Одно и то же, да. Вот совершенно так. Так что обычно говорят, что поток набегает, чтобы удобно было зачем-то. Так вот, в этих работах изучался панельный флаттер, как наиболее известная задача. То есть, это фактически разные варианты системы уравнений Кармана. Но эту постановку задачи, что у Холмса и Маздена, можно найти в известных книгах-приложениях. Это Губин Хермен Холмс. И в руках... То есть, я полгода не буду рассказывать, потому что более, наверное, интересно посмотреть. Хотя бы там есть ссылки на эту задачу. Надо заметить, что эти задачи... Не только они занимались, а то подумаешь, что... Занималось достаточно много людей. С точки зрения чисто математических проблем. Например, есть работа, где аттракторы искали глобальные и так далее. То есть, это... Вопрос. Вот дивергенция, она происходит, когда поток скорости угрышает некую критическую скорость. А где она в вашей модели присутствует? Не понял. Критическая скорость дивергенции, где она в вашей модели присутствует? Это было вычислено. Критическая скорость дивергенции или флаттера, это не все равно. Можно уравнение показать? Покажите назад, пожалуйста. А первое собственное значение? Первое собственное значение, конечно. Еще один слайд, пожалуйста. Исследуется сначала вопрос об устойчивости в линейном приближении. Нет, это не линейная модель, не линейная. Нет, это вот. Критическая скорость определяется из линейной теории. То есть, когда нулевое состояние равновесия теряет источие в самом обычном, привычном для обыкновенного дифференциального проявления, есть корни в левой полуплоскости, за счет какого-то параметра, в данном случае одного параметра скорости набегающего потока, они начинают переходить в паровую полуплоскость. И вот этот момент такого значения А, А это пропорциональная скорость потока, и называется критическая скорость либо дивергенции, либо флата. В данном случае мы говорим о дивергенции. Ну и второй вопрос, я так понял, это модель. Ну, это считается, все собственные значения считаются, ищется, вот, чтобы было совсем прогметы, лямбда ищется то А и такое соответствие, это, конечно, один, минимальное, когда много перейдет уже плохо, это первое, вот, как первое собственное число, и ищется такое А, при котором лямбда 1 равняется нулю, из этого А и определяется. Ну, понятно, здесь одна четвертая. Нет, а у меня держать линейный, давайте мы из линейной возьмем критическую, это весь. Нет, так это по сути дела, другое дело, не линейная задача, совсем другая задача. Это для локальной бифургации сначала надо разобраться хотя бы, как устроена спектра устойчивости, как это говорится. То есть, вы делаете обязательную обязательность, я понимаю, это обязательно нужно делать. Это обязательно, предварительный этап, иначе дальше объяснять нечего, значит. То есть, я так понял, это модель для прямого крыла, не стреловидной, да? Да. А у Болотина есть, она стреловидная? Нет, нет, что у нас. Для крыла это пустилка, прямоугольник. С численным решением можно, сучит, а для аналитических решений, здесь никакого компьютера, так сказать, нет. Понятно, что... Это не значит, вопрос, что с ней делать. А вот до сих пор, по-моему, ничего такого? Что? До сих пор ничего со стреловидным крылом такого? Я не знаю. Я что-то не слышал. Ну, не слышал, по крайней мере, не видел. Может, вот... Механики пишут регулярно что-нибудь, но если смотреть это работа, там ничего не понятно, что происходит, значит. Ну, посчитали, вот так получилось, значит. Я имею в виду, какие... Здесь речь идет не о механике, а какие математические задачи порождаются, так сказать. И как их можно более-менее решить, так сказать, ну, не просто голым обсчетом, а принимая какую-нибудь, ну, какую-нибудь теорию, там, динамические системы, что-то. Спасибо.